Ночной обстрел Украины. Больше десяти погибших. В России готовятся к параду 9 мая. А блогер Елена Блиновская признала вину на допросе. Это новости воздух на канале Ходорковский лайв. Меня зовут Василий Азаров. И вот главные события к этому часу. Сегодня ночью российские вооруженные силы снова обстреляли украинские города. Под удар попали Днепр и Умань. Также взрывы прозвучали в Киеве и в области, в Николаеве и в Полтаве. Вы все в крови, вы все. Боже, у нас ты не видишь. Ничего, я так взвлекалась. Я вас это вижу. Я вас это вижу. Я вас это вижу. В Киевской городской военной администрации сообщили, что сработала система ПВО. Однако обломок сбитой ракеты попал в жилой дом. Пострадала несовершеннолетняя девочка. А вот в Днепре и Умани есть погибшие. В Днепре разрушен частный дом. Погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина. Еще трое пострадали. В Умани ракеты попали в многоэтажку и склады. По последним данным МВД Украины, как минимум 12 человек погибло. А пока в Умани продолжают разбирать завалы живого дома, под которыми еще остаются люди, в телеграм-канале российского Минобороны появился вот такой пост. Действительно, точно в цель. Мирные жители, в том числе дети, по мнению российского командования, представляли страшную угрозу безопасности России. Блогеру Елене Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег. Накануне ее доставили в Следственный комитет после того, как задержали на границе с Белоруссией. Блиновская пыталась уехать из России, где против нее возбудили дело. Ее обвиняют в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Блиновская Елена Олеговна, в настоящее время вы задерживаетесь в порядке статей 91-92 Уголовно-процентрального кодекса Российской Федерации. По подозрению в совершении преступления, предусмотренных пунктом Б, части 4, статьи 174, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения вами преступления, то есть финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения преступления, в целях придания видимости правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а также со совершением преступления, предусмотренного частью 2 статьи 198 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение уклонения физического лица от уплаты налогов в бюджет Российской Федерации в особо крупном размере. Следственный комитет сообщает, что Бриновская во время допроса признала вину и раскаялась в содеянном. Сегодня суд будет избирать для нее меру пресечения. По предъявленным статьям Егерой может грозить до 10 лет тюрьмы. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала геноцидом депортацию украинских детей в Россию и их насильственную русификацию. Накануне первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед ПАСЕ и рассказала о массовых похищениях детей с оккупированных территорий Украины. В резолюции говорится, что ответственные за эти преступления должны быть привлечены к ответственности. Я напомню, что именно похищение детей стало поводом для ордера на арест Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой, который выдал Международный уголовный суд. А Владимир Путин тем временем планирует новые депортации. Он подписал указ, который позволит депортировать с иннексированных территорий Украины людей, которые отказались принять российское гражданство. Согласно документу, граждане Украины или обладатели паспортов так называемых ДНР и ЛНР должны либо стать гражданами России, либо заявить о своем желании этого не делать. В этом случае они будут считаться иностранцами и могут быть выдворены из этих территорий, которые российские власти считают своими. Отдельный пункт указа касается депортации тех, кто создает угрозу национальной безопасности России. Жители аннексированных регионов, которые выступают за, цитата, «насильственное изменение основ конституционного строя» в России, финансируют террористическую и экстремистскую деятельность или участвуют в несанкционированных акциях, будут депортировать и запрещать им въезд в страну. В Белгородской области мобилизованный покончил с собой, подорвавшись на гранате. Как сообщает канал «Осторожно новости», погибший 46-летний Илья Б., житель города Сланце в Ленинградской области. Он занимался грузоперевозками и был учредителем нескольких фирм в этой сфере. Накануне вечером он ушел в отдаленный овраг в городе Алексеевка и привел в действие гранату. Мобилизованный скончался на месте. Сотрудники полиции проводят проверку. Это уже не первый случай суицида среди иммобилизованных. Сообщения о самоубийствах солдат начали появляться в СМИ с первого месяца так называемой частичной мобилизации. Протокол о дискредитации армии составили на жительницу Москвы Анастасию Чернышеву за торты с антивоенными надписями и украинскими флагами, которые она выпекала и продавала у себя в Инстаграме. Также в ассортименте кондитера торты с надписями против патриархата и насилия. Силовики пришли к Чернышевой домой и увезли в отделение. При этом, как сообщает канал Сотовижн, обыска в доме не было. Анастасия сама открыла дверь сотрудникам полиции и те доставили ее в отделение для составления протокола. Как сообщает защитница Чернышевой от УВД-Инфо Юлия Евдокимова, девушка открыто выступает против войны и жертвует деньги на благотворительность. Ранее она уже привлекалась по статье за митинги. Владимир Путин поручил разработать программу изучения истории так называемой специальной военной операции. Свои предложения должны представить Минкульт, Минпросвещение, Миноборнауки и, конечно же, Минобороны России. Также Путин поручил создать музей, цитата, посвященный событиям специальной военной операции и подвигам ее участников. Конец цитаты. Туда должны будут передать артефакты, связанные с войной в Украине. Да, прямо так и написано на сайте Кремля артефакты. Видимо, те же, которые Соловьев показывает у себя в эфире после поездок на Донбасс. А вот дочери Владимира Путина за последний год заработали рекордные суммы. Телеграм-канал «Можем объяснить» изучил их финансовую отчетность и выяснил, что прибыль компании Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой впервые в истории превысила миллиард рублей. Самый большой вклад в семейную копилку внесла Воронцова. Ее новая медицинская компания в 2022 году заработала 855 миллионов рублей. Помимо рекордной прибыли фирма смогла выкупить клиники «Сагас Медицина», в которых, в частности, лечат наемников чувака «Вакнер». Компании Тихоновой заработали больше 290 миллионов рублей. Самую крупную прибыль показал фонд «Национальное интеллектуальное развитие» – 265 миллионов, почти в два раза больше, чем в мирный 2021 год. Многим москвичам накануне вечером пришлось возвращаться домой пешком. Город встал в десятибальных пробках. Из-за репетиции Парада Победы для проезда техники перекрыли сразу несколько улиц. Люди пересаживались на метро. Но там тоже возникли заторы из-за усилившегося потока людей. Вместе с тем и во время проезда техники на улицах собирались толпы людей, которые снимали это на телефоны. Но такое скопление полицию не смущало и проходу граждан не мешало. Ну, это же не митинги против Собянина или Путина. А городские власти по своей старой доброй традиции ставить везде заборчики поставили ограждения даже в подземных переходах. Одновременно с этим в школах и садах начали проводить утренники по случаю 9 мая. И это фестиваль отборного кринжа. Предлагаю посмотреть вам небольшой фрагмент. У главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо нашли британскую фирму. Об этом пишет газета Guardian. Примечательно, что фирму Сальдо открыл в сентябре 2022 года, когда уже находился в санкционных списках, причем в том числе в самой Великобритании. По данным журналистов, компанию Грейн Холдинг Сальдо зарегистрировал в самом центре Лондона. Но после того, как на нее обратили внимание журналисты, ее адрес быстро сменили. Уставной капитал компании – миллион фунтов стерлинга. Guardian подчеркивает, что по британским законам для регистрации фирмы не нужно подтверждать свою личность. Так что, видимо, при желании фирму в центре Лондона может открыть хоть сам Владимир Путин. Билайн увольняет сотрудников, которые работают удаленно за пределами России. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожные новости» со ссылкой на свои источники. По данным журналистов, руководство компании еще полтора месяца назад начало обзванивать таких сотрудников и сообщать, что на возвращение в Россию им дается месяц. В противном случае предлагается написать заявление на увольнение по собственному желанию, без компенсации. Формально такие требования объясняют обеспечением безопасности данных компаний. И еще одна новость от российских мобильных операторов. Газета «Ведомости» пишет, что МТС собирается брать деньги за раздачу интернета с телефона. Это означает, что абоненты будут получать счета за использование смартфонов в качестве модема для других устройств. Счета за мобильную связь таким образом могут вырасти на целых полторы тысячи рублей в месяц. Эксперты отмечают, что причина таких мер — это скрытое повышение платы. Только за первые полгода войны мобильная связь в России подорожала больше, чем на 10%. Это были новости «Воздух». Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал «Ходорковский лайф». Сейчас на экране вы видите другие видео с нашего канала. Посмотрите их тоже. Сегодня вечером мы подведем итоги дня в программе «Воздух». Не пропустите. Меня зовут Василий Азаров. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова